Осознанный подход к своему здоровью предполагает, что мы бежим к врачу не только в том случае, когда что-то болит, а наносим визиты в лечебные учреждения регулярно для профилактики. Именно профилактические мероприятия позволяют вовремя выявить заболевания, о которых человек не подозревает и которые никак его не беспокоят. Все это бесплатно в рамках национального проекта здравоохранения. Что входит в диспансеризацию и что сделать, чтобы получить эту услугу, расскажет Анастасия Новичкова. Диспансеризация – это комплексный медицинский осмотр, направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, а также риска их развития. Под диспансеризацию в 2024 году попадают следующие годы рождения. 2006, 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988 и 1985, а также все граждане старше 40 лет. Если вашего возраста нет в списке для диспансеризации и вы не относитесь к льготным категориям, вы можете пройти профилактический медосмотр по полису ОМС бесплатно. Жители Верхневолжьи могут самостоятельно выбрать медучреждение для прохождения диспансеризации. Это наши центральные районные больницы в каждом муниципальном округе. Это городские поликлиники. Также подключена у нас областная клиническая больница. Отмечу сразу, что они не имеют прикрепленного населения, но у нас уже были внесены изменения в 2023 году, что пациент может проходить профилактические мероприятия в любой поликлинике на территории Тверской области. Сама диспансеризация состоит из двух этапов. Первый — обязательное обследование. Большая их часть не зависит от возраста, в котором человек проходит диспансеризацию или профилактический осмотр. Это измерение артериального и внутриглазного давления, анализ крови на холестерин и глюкозу, флюорография и ЭКГ. Второй этап — углубленный медицинский осмотр. Если на первом этапе обнаружатся риски, врач выдаст направление на прием к узким специалистам. Это необходимо для уточнения диагноза и индивидуального подхода к проблеме. Записаться на диспансеризацию можно любым удобным способом. Во-первых, человек может записаться, обратившись непосредственно в свое лечебное учреждение, куда он прикреплен, или, как перечислили, где проводится диспансеризация. Диспансеризация непосредственно в регистратуру. Очередей никаких нет, человек будет принят и, соответственно, направлен. Далее, через колл-центр регистратуры. То есть надо узнать номер колл-центра регистратуры. Далее, через службу — 122. Причем они дают и информацию по прохождению диспансеризации. У нас еще существует наша на региональном уровне электронная регистратура. Это метрик Тверь. То есть там можно записаться, туда расписание выкладывается. Ну и через портал госуслуг. Также стали возможны выездные медосмотры. Бригады медиков будут осматривать работников прямо на предприятиях, а студентов — по месту учебы. Для этого руководители организации должны заключить договор с медицинскими учреждениями и обеспечить подходящие условия для профосмотра. В среднем мужчины проходят необходимые обследования около 40 минут, а женщины — около часа. В Верхневолжье создаются все необходимые условия, чтобы бесплатно, быстро, комфортно и качественно пройти диспансеризацию, узнать о состоянии своего здоровья и предотвратить выявленные заболевания на ранней стадии.